Соревнования по воздушной выучке лучших боевых экипажей «Авиадарц-2019» завершились. В них приняли участие делегации из четырех стран мира, среди которых Белоруссия, Казахстан, Китай и Россия. В небо поднимались 43 экипажа. Мы стали свидетелями высокого летного мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер воздушных бойцов. В этом году международный конкурс «Авиадарц» отметил юбилей. Ему исполнилось 5 лет. Соревнования традиционно проходили в небом над поселком Дубровичи. Экипажи продемонстрировали точность стрельбы, мастерство бомбардировки и фигуры высшего пилотажа. Вы подарили нам зрелищный и незабываемый праздник военного мастерства и боевого соревновательного духа. Уверен, что для многих молодых рязанцев, которые только определяют свой путь в жизни, вы стали примером для подражания. И многие из них обязательно захотят связать свою судьбу с ратным делом. Стать настоящими асами, как участники международного авиадарца. Напомним, что Рязань принимала последний и заключительный этап конкурса. По его итогам лучшие команды получили памятные кубки. Экипажи соревновались в семи номинациях. Сборная России завоевала 9 наград, 4 из которых высшего достоинства, а также одержала победу в общем зачете. Летчики признаются, что высоким достижением предшествовала большая подготовительная работа. В основном это физического дотока, полеты. Отработали 12 летных смен. Из них 7 смен на боевое применение и 5 смен на воздушную разведку, навигацию и технику плотирования. По результатам конкурса этих отборочных, скажем так, работы отобрали уже лучших экипажей. Мы должны всегда быть на первом месте. Тяжелый кубок, конечно. Гостям из Белоруссии удалось одержать победу в номинации «Транспортно-боевой вертолет». Отмечают, что готовились на родине в условиях, максимально приближенных к боевым. Среди упражнений конкурса все были знакомыми. Самым запоминающимся элементом стало боевое применение. Задачей летчиков было стрелять неуправляемыми ракетами по наземным целям, а также и стрелково-пушечного вооружения. Победа добыта в честном бою. Было сложно, местами трудно, но справились с волнением. Экипаж отработал слаженно, поэтому столь высокие результаты. Победа куёстя на земле, а в небе мы уже просто показали то, чем мы научились. Сборная Казахстана оказалась лучшей в номинации «Штурмовая авиация», а команда из Китая завоевала первое место в военно-транспортной авиации. Стоит отметить, что международный конкурс «Авиадарц» призван укрепить сотрудничество между разными государствами, обменяться боевым опытом, стать ближе и понятнее друг к другу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».